Спонсор репортажей Mobile M.H.O. на выставке Seabit крупнейший дилер Renault в России Петровский автоцентр. Высокие технологии на четырех колесах. Здравствуйте, друзья! Мы на Seabit в Ганновере на стенде компании Motorola. Сейчас нам любезно предоставили смартфон под названием DeFi+. Это проложение первого DeFi или DeFi. Тут уж кому как интересно. Эта модель в первую очередь любопытна тем, что выполнена в очень защищенном и ударопрочном и водонепроницаемом корпусе. И нам, собственно, разрешили здесь на дне немножечко поиздеваться. Ну, для начала, например, нам разрешили просто уронить его на пол. При этом со смартфоном, естественно, ничего не происходит. Потом нам разрешили постучать его вот таким вот образом по, соответственно, стенду. И тоже, соответственно, с аппаратом ничего не произошло. Но самое интересное, нам разрешили прямо вот так вот взять и опустить его в воду. После этого, соответственно, достать и убедиться в том, что с этим аппаратом тоже ничего страшного не произошло. И его достаточно просто протереть тряпочкой. И увидеть, что он абсолютно нормально себя чувствует и готов дальше к работе. Ну, после вот такой вот экстремальной презентации, я думаю, что настало время перейти непосредственно к разбору полетов Итак, собственно, что такое DeFi Plus и чем он нам интересен Ну, во-первых, устройство имеет диагональ 3,7 дюйма, оно, естественно, защищено защищенным стеклом Gorilla Glass Аппарат достаточно толстенький, он имеет 13 мм в толщину Но сделано это благодаря тому, что внутри достаточно емкий аккумулятор Для такого небольшого устройства он имеет емкость 1700 мАч Ну, вот характеристики устройства, конечно, не такие термоядерные, как его качество с точки зрения прочности к внешнему миру Аппарат имеет всего лишь одноядерный процессор частотой 1 ГГц, 512 МБ оперативной памяти И оснащается слотом для карт памяти, и в комплекте здесь идет 2-гигабайтная карточка microSD То есть, в принципе, такой достаточно средненький баланс, особенно по меркам 2012 года Что еще интересно? Коммуникационные возможности аппарата представлены 5-мегапиксельной задней камерой С возможностью съемки HD-видео и светодиодной вспышкой К сожалению, фронтальной камере DeFi Plus не оснащается В принципе, какие ощущения остаются от этого аппарата? На диагонали 3,7 дюйма разрешение 854х480 кажется более чем уместным Аппарат не кажется громоздким, хотя он и достаточно толстый При весе порядка 120-130 граммов Это тоже не самый серьезный показатель, который как-то отягощает или ущемляет ощущения от его использования Я думаю, что из всех защищенных смартфонов, которые мне удалось подержать в руках за последнее время Вот как-то DeFi Plus мне понравился больше всего именно своей какой-то лаконичностью И вот такой вот, ну что ли, предсказуемостью во всех своих действиях А производительности в данном случае, ну, как мне кажется, для большинства современных задач Если это, конечно, не специально заточенные, дорогостоящие и мощные игрушки, будет вполне достаточно Вот, пожалуй, все, что я вам хотел сказать про это устройство Побежим мы дальше Спасибо, что смотрите нас, смотрите, естественно, дальше будет много интересного До свидания